друзья всем привет очередная распаковка большая мега распаковка посылок из магазина джейди у нас получается здесь 4 5 6 7 8 9 посылок давайте распакуем и посмотрим что же нам пришло сегодня прям радость шопоголика действительно хорошие товары пришли нам интересно я думаю будет на них на всех посмотреть давайте по очереди начнем ну перчатки эти я уже брал по моему уже были у нас в распаковках давайте посмотрим это из магазина джейди все товары из магазина джейди напоминаю покупались вот по летней распродаже уже все по приходило даже пришел вот mi band 3 покупал его для жены я с ним несколько дней поиграть то есть сейчас мы его распакуем посмотрим как он выглядит перчаточки мы отделе интересные перчатки они такие ну прикольные в общем далее mi band 2 уже много раз было много обзоров на него уже едены переедены поэтому мы просто его откладываем далее у нас вот такая вот косметичка косметичка это как пластик вот эти вот треугольнички это типа пластика что-то хороший замочек и очень хорошее качество давайте посмотрим как она полностью открывается вот так она полностью открывается косметичка ухты прикольно это из магазина джейди я не помню как какая-то популярная фирма была название сейчас я не вспомню ну в общем вот такая вот косметичка она очень крутая смотрите вот эти вот штуки они пластиковые очень прикольная такая откладываем и далее давайте посмотрим сразу на вот эту вот штуку это сумка по моему для обуви ухты я не зря сегодня я буквально сегодня была распродажа по 19 центов я купил их еще несколько штук я думал она будет маленькая но она реально большая то есть сравнение тапки 42 размера вот по сравнению сумка давайте вот так увеличим немножко вот давайте положим нее изнутри она вся такая баба баба он пластик то есть какой-то вот написано ран у из не беги со мной вот и тут on the running вот так она зажимается ну большая сумка здесь поместится не только одна обувь а наверное с десяток пар вот такая баллоневая водонепроницаемая ну прикольная сумка классная сейчас их продают по 19 цветов ну очень крутая немного переместился чтобы понять размер сумки то есть вот он большой поместится в него наверное пар 5 вот таких вот тапочек или парочка пар зимних ботинок но сразу же раз уж так ту и померяем сразу тапочки тапочки 42 размер я выбирал вот и они немножко великоваты то есть вот здесь на каточке у меня как бы в принципе нормально ну вот на пятки то есть спереди она не торчит это хорошо вот ну за сантиметр запаса но я цепляться скорее всего не буду а вот пяточка немножко великовата вот не помню точно напишу какой размер брала когда буду монтировать вот ну хорошие тапочки приятные на ощупь толстая у них подошва давайте поближе на них посмотрим вот так они выглядят вот такой вот рисунок плотная подошва так это вот хорошая такой пластик неплохой и здесь запас вот этой кнопки что она можно постирать ее немножко то есть походить вот что она будет стираться ничего страшно в общем крутые тапки крутая сумка вот мне нравится все отлично далее давайте посмотрим на вот эти вот мокис подставка мокис она была у меня и она реально офигенная если это та которую я жду 78 центов то есть за эти деньги это нереально нереально круто потому что она сделана офигенно так немножко это не то что я ожидал но сама подставка да она короче но сделана да в общем вот это вот крепление это здесь вот эти штучки отлеплены сейчас я придавил немножко чтобы прилепить вот вот это вот верхушка это не то не то совсем не то что у меня было то есть там пластик намного лучше был но остальное вот это вот земля да да у меня есть в общем такая подставка orico немного хуже сделано но немного она легче немного меньше пластика то есть не такая массивная как ориковская но довольно таки круто и круто за счет того что да здесь и провод вот эта вот штука она крутится не так туго как ориковская ориковская там дебела это ее там немножко согнул его во первых очень трудно гнуть но ты ее немножко согнул и она зафиксировалась здесь я думаю будет немножко болтаться то есть вот мы принцип какой мы раскручиваем ее устанавливаем куда-то на стол или куда-то закручиваем затягиваем фиксировали отделе нашу эту штуку вот это она сделана из такого легкого очень пластика то есть но все равно за 79 центов которые я покупал это блин а классное приобретение и я купил несколько штук две или три штуки так что еще будет идти вот на скорую руку прикрутил вот так прикручивается к столу просто затягиваем и потом здесь мы можем вот так погнуть как нам удобно камеру нашу настроить либо вот так можно для того чтобы управлять легче было вот и сама она она пружинит но не сильно конечно ориковская которая у меня есть она такая более более крупная более крутая и конечно там ты немножко согнул и она вот так не болтается но здесь немного побалтывается но в любом случае это крепче чем я покупал когда-то за три доллара черного цвета есть у нас в обзорах то вообще она из фольги сделана какой-то оплеткой то есть там я не знаю тонкая проволока внутри какой-то оплетка сделала то есть и здесь за 78 центов офигенная хороший хороший держатель да немножко он побалтывается но не критично дальше у нас вот такой вот винчестер на 120 гигабайт от компании color full у меня есть уже один такой и как бы проверять его смысла нет потому что я сколько не брал все они рабочие все отлично работают у меня есть и на 500 гигабайт в моноблок использую все они отличные давайте посмотрим скорости можно найти по загуглить вот так это все выглядит все всегда совпадает никаких проблем вообще с ними никогда не было это попросил меня друг ему заказать здесь у нас идет две инструкции на английском языке вот вот так он выглядит еще раз давайте посмотрим в лосяцкий откладываем далее далее давайте посмотрим зонтик сяоми он покупался тоже на gd на распродаже немного порвана вот торопка вот но не критично вот давайте отложим вот так много тут всяких бумажечек какие-то бумажки блокируют ультрафиолет xiaomi инструкция как с ним работать в общем вот так смотрим что они сработал так давайте снимем чехол может чехле не хочет срабатывать тут ну как бы кнопку нажимаешь он должен выстреливать но почему-то не выстрел наверное из-за того что мы скрутили его давайте попробуем открываем да и сразу открылся потому что я его уже нажал вот открылся не полностью немножко я у помучал вот ну давайте то есть мы его расстегнули и открылся и причем смотрите какие толстые здесь прутья вот вот самая тонкая вот здесь у нас же делают практически все зонтики которые продаются у нас они вот такой вот толщины везде то есть это здесь она такая довольно таки плотная вот остальные механизмы вот здесь вот здесь вот у меня один зонтик жена им пользуются уже наверное полгода он отличным у нас дождем редко мы на юге живем но иногда приходится пользоваться им вот так же он вот так выглядит с обратной стороны он типа отталкивает ультрафиолет капля от него полностью отскакивает помимо задержки ультрафиолетом по капли полностью отскакивают и если небольшой дождь прошел то не нужно даже его обтрушивать просто он будет полностью сухой конечно если прорывной дождь пошел он будет сверху мокрый но действительно очень крутой зонтик и это я купил себе то есть жене один покупали ранее и это уже по опыту по распродаже купил для себя давайте еще раз посмотрим как он у нас стреляет вот и также кнопка еще можно и закрыть его вот то есть мы закрыли открыли и если нужно быстренько его собрать то есть чтобы не тянуть рукой мы нажимаем опять кнопочку и он сам сложился очень крутой и очень качественный зонт мне очень он нравится у нас за такие деньги такого качества зонт ну для думаю очень очень трудно будет найти да наверное нереально найти вот поехали дальше осталось у нас две посылки давайте откроем я купил термос на пол литра xiaomi и пол литра очень мало и смотрел ну как бы они очень дорогие термосы и я выбрал вот этот кейрс он был по распродаже что-то около 20 по моему долларов вот и я его купил смотрим такая вот чашка получается то есть крышка можно в чашку и превратить вот открывается так можно лить открыл закрыл то есть сам затягивает ее далее вот такая ну пробка вот она так выглядит и внутри все у нас металлическая то есть металл это очень хорошо потому что не лопнет ну как он будет держать тепло я не знаю но вот в общем все отлично со временем если мы будем им пользоваться и со временем если будет что о нем дополнительно рассказать вот может быть попытаюсь температуру замерить там как он держит через сколько времени но это все будет отдельным видео потому что мега распаковки они и так получается объемные и затянутые то есть если будут снимать коротенькие видео про некоторые товары которые были у нас распаковках просто отдельно если будет о них что рассказать вот периодически так и делать все закручиваем откладываем и давайте распакуем последнюю наш интригующий товар вот так выглядит он mi band 3 покупал я его для жены вот коробка выглядит так ну коробка крутая пластик большой толстый но вот здесь у нас мягкая крышка и если допустим придется удар как был у нас в распаковке redmi 5 332 там была коробка прям как ударе на ломому так папа наискось если будет удар бы пришелся сюда такой я думаю повредил об его ну давайте посмотрим открывается так кстати вот здесь трещина я думал это специально сделано для пальца чтобы открывать но на самом деле это трещина вот то есть видать какой-то удар приходился сюда ладно как ее достать просто так открывается потому что не могу полностью снять крышку то есть она скорее всего так открывается ладно давайте будем смотреть как его как его раскрыть ладно давайте будем вот такая вот верхняя штука браслетик с заглушечкой у второй версии не было заглушить зарядочка зарядочка такая же как у второй версии но немножко шире потому что здесь капсула немножко шире так здесь у нас сверху наклеена наклеечка давайте ее обдерем сразу вот и он сразу на китайском языке у нас что-то он нас от нас хочет просит так без щелчка то вставляется он теперь без щелчка раньше вставлялся щелчком и здесь у него направляющие две широкие направляющие теперь вот так и давайте посмотрим что у нас здесь внутри ничего нет просто такая уплотненная когда уплотненная коробочка здесь поролон внутри она просто так толстая сделана чтобы удобно ему было здесь находиться вот давайте попробуем вставить его в браслет вставляется он теперь сверху раньше вставлялся снизу вот все красиво выглядит и в ремешке красиво выглядит я надеюсь эти ремешки не будут растягиваться или придется покупать пластиковый потому что у жены сейчас она у нее уже много много ремешков повредилась вот и пришлось купить с пластиковым корпусом потому что даже родные сяомишный родной браслет он у нее разлазится вот так он выглядит я немного им поиграюсь вот он 10 процентов осталось у него заряда уповещает меня что его нужно зарядить сейчас мы его зарядим и я в отдельном видео сниму отдельное видео о плюсах минусах его по в отношении с мебендом вторым вот но это будет позже ну а пока у нас все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок